Власть никогда не должна быть статичной. Никогда. И власть должна учитывать социально-экономические, политические условия, которые развиваются. Если спрашивать меня по тому, что делается, связанное с выборными ситуациями, то я против выборов, потому что у нас еще немного не готовы. Мы порой в эти выборы. Притом, поймите правильно, в ведущих странах, в абсолютном большинстве ведущих странах, выборы губернаторов не проводятся. Проводится только первого лица, который потом проводит эти назначения. Достаточно того, что там есть законодательные собрания, парламенты местные и так далее, которые регламентируют и регулируют этот процесс. У нас была достаточно устойчивая система, но ее приняли с учетом мнений разных политических структур, чтобы произошли эти выборы. Это одна страна медали. Вторая страна медали у нас сегодня на оригинальном и местном уровне есть примерно 50% людей, которые у власти более 20 лет. Но это правда перебор. И они, может быть, обеспечивают стабильность, но стабильности сегодня мало. Нужно развитие. Я абсолютно убежден, что должны появиться новые, молодые, амбициозные, умные парни, которые имеют деньги, которые хотят быть в власти, которые хотят реализоваться. А старые, опытные, такие как мы, должны обеспечить им устойчивым, надежным, абсолютно некоррумпированным законодательством. Только таким образом можно развиваться. Поэтому нравится или не нравится людям, представляющих власть сегодня, они вынуждены уходить в отставку, потому что понимают, что их просто не изберут. Не потому, что они плохие, потому что они уже надоели. И здесь есть правильный подход, здесь есть возможность для работы политических партий и так далее. Здесь есть возможность вот этой реальной работы. Здесь будет реальная конкуренция. И такая конкуренция уже прошла. И нравится или не нравится, опять же, мы говорим, что выборная ситуация на всех уровнях будет продолжаться. Она совершенствуется, она меняется. И поверьте, это не аксиома. Пройдет некоторое время, изменится социально-экономические условия. Скажет, давайте мы уже, знумея стабильность, поведем к тому, что выборных губернаторов нам не надо. Достаточно, чтобы их назначали и выполняли то, что делается, обеспечив бюджетную, так сказать, обеспечив бюджетную возможность проведения в жизни всех своих программ региональных и федеральных, которые задуманы. Продолжение следует...